Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя диета для огородника. Вот сегодня понедельник, первый день диеты и на обед у нас написано капуста отварная и 2 яйца вкрутую со стаканом томатного сока. Так как сезон нам позволяет, мы можем пить не томатный сок, а можем заменить его на натуральные томаты. У кого есть еще, у кого лежат на дозаривании, вы видели, что я много положила томатов на дозаривание, только потому, что, чтобы всю осень кушать именно свежие томаты, а не пить сок. Так как у меня еще их много, я вот вместо томатного сока положила вот это у меня петруша. Если не наемся, еще съем вот алая свеча еще есть у меня. В томатах и в капусте можете себя не ограничивать. Для кого-то, кто ни разу не сидел на диетах или кто занимался этим, может быть, редко, у кого нет проблемы с лишним весом, покажется ужасным такое блюдо на обед. Капуста и яйцо и все. Но тут есть все, поверьте, что нужно для нашего организма. Это вот белок, яйцо и вот эти вот витамины, капуста с большим количеством клетчатки. Сверху немножко маслом растительным поливаю. И если вы попробуете, и если вы не будете другое, ничего, другого ничего в этот день есть, блюдо на самом деле очень вкусное. Вот эти вареные яйца и капуста с растительным маслом, все это сочетается. Я ем с удовольствием. У меня вот среда, когда морковный день, мне нравится. Вот этот капустный день с вареной капустой. Обожаю этот день, понедельник и среду. Особенно если еще вы любите помидоры, это будет очень вкусно. Если будет немножко, как вам, голодновато. Ну нет, вы можете капусту съесть любое количество. Только 2 яйца, а капусту можно съесть хоть сколько. У нее там калорийность минимальная. Она вам даст чувство насыщения. Но если все-таки вам будет немножко голодновато, то вы вспомните, что на ужин у вас будет рыба. Правда опять с капустой, только с капустой со свежей. Но в этой диете капуста будет присутствовать почти каждый день. Или капуста, или морковка. Потому что это основа диеты. Это именно вот те овощи, которые именно и насыщают нас витаминами, и помогают избавиться нам от лишнего жира. Особенно капуста. Кто-то применяет ананас, у него такое же действие. Но нужно применять именно местные продукты. Капуста сильно помогает при ожирении. Если это ожирение связано с какими-то сердечными заболеваниями, с заболеванием щитовидной железы, надо капусту употреблять обязательно, лучше ежедневно. Не всегда так получается. У меня тоже не всегда так получается. Но вот несколько раз в год, когда я сажусь на принудительную диету, то я готовлю именно капусту. Нашла себе такую диету, где много капусты. Вот это у нас первый день. Обед. Вареная капуста с яйцом и с томатом. В любом виде. Можно свежий, можно сок. И на ужин будет у нас рыбка с салатом и свежей капустой опять. Рыбу можно притушить, рыбу можно запечь, рыбу можно пожарить на сковородке, неважно. Главное, чтобы рыба присутствовала. Рыба тоже присутствовать будет почти каждый день. Это наши витамины, это наше здоровье. Всё, до свидания. Первый день диеты у нас капустный. Капуста в обед и капуста на ужин. Это очень вкусно, правда. Попробуйте.